Маляр «Горше на душе станет, муторней!» Прав был отец, во всем прав. Не полегчало. Николай швырнул пустую водочную бутылку в мусорную корзину, вытер рукавом выступившие на глазах слезы и достал из кармана сигареты. Хмуро посмотрел на праздничный стол, накрытый на четыре персоны, чертыхнулся и поплелся к окну. Сизый сигаретный дым уносился в открытую форточку, за которой дышала морозным холодом ночь. «Как глупо!» — подумал Николай. Бабуля уже пять лет как в могиле, а он все исполняет ее прихоти. Вспомнился тихий вкратчивый голос. «Рождество, Коленька, особый праздник. Небеса открываются и выпускают усопших, и они в гости приходят посмотреть на нас, порадоваться. А ты не жалей, положи им салатик на тарелочку, венца налей». Николай вымученно рассмеялся. «Вот ведь дурак!» Бабуле простительно, она была повернута на вере, постоянно в церковь бегала, свечки жгла, а он всю жизнь атеистом себя считал. Так зачем каждое Рождество для мертвецов стол накрывает? А может, где-то в душе надеется, что отец с мамкой придут? «Эх, отец, отец, настоящий человек был. Кристальной честности, не то что сынок. Да и зачем ему приходить, чтобы увидеть, каким ублюдком Коленька стал? А кто виноват? Папа? Не я виноват. Жизнь сучья. Тебе проще было. Да и нет давно милиции. Я полицай, папа. Продукт современного гнилого капитализма. А у капитализма и законы звериные. У кого бабло, тот и прав. Тебя мама сроду деньгами не упрекала. А меня, Настасья, поэтом жирает. То ей шубу новую дай, то сережки, то фигочки. А я ж ее люблю, папа. И не надо мне про совесть втирать. С улицы вдруг налетел порывистый ветер, закружил по комнате снежинки. Николай вздрогнул, поежился. Вот допился. С мертвецами разговаривать начал. Захлопнул форточку, повернулся и остолбенел. За столом сидел незнакомый человек и проворно уминал салат из тарелки. Рука полицейского медленно скользнула к бедру. Вот только табельного оружия не было. Да и какое оружие, если он был одет в потертые домашние тренировочные. Незваный гость проворно схватил рюмку, с залпом выпил вино и вновь принялся погребать оливье вилкой. Ел он жадно, с причмокиванием. Первое потрясение прошло. Николая хватило злость. Он с прищуром разглядывал наглеца. Пришел в чужой дом и жрет, гадина. Вроде на соседа с первого этажа похож, но нет. Тут первостатейный алкаш, нищета, а у этого рожа холеная и одет дорогое черное пальто. Человек ненадолго оторвался от трапезы и с набитым ртом обратился к хозяину. — Слушай, у тебя хрена нет? Пресноватый салат. Сдобрить бы. — Чего? — нахмурился Николай. — Хрена? — спрашиваю. — Нет. Остроты на твоем столе не хватает. Еда и жизнь, Коля, без остроты не имеют смысла. — Так, — рикнул Николай, — я тебе сейчас покажу остроту, падла. — Фух, — скривился незнакомец. — Блюститель порядка, а ругайся, как биндюжник. Ты же представитель закона. Должен соответствовать. — Встать! — заорал Николай страшным голосом. — Ты не кипятись, капитан. На аристократическом лице пришельца не трогнул ни один мускул. — Покушаю и встану. — Стол у тебя богатый, разносолов много, а я, Николай Иванович, жутко голодный. Все дела, дела. Опять же, покойницу Ольгу Тимофеевну почтить нужно. Не зря, что для усопших все это выставил. При упоминании имени бабушки Николай вздрогнул. И вообще, этот странный человек слишком много знает о нем. — Ты кто такой? — с нажимом спросил он. Незнакомец рассмеялся. — Можешь считать, Коля, что я твой рождественский подарок. — На подарок ты не похож, зло процедил полицейский. Я задал тебе вопрос. Кто ты такой? — Простой маляр. — Какой еще маляр? Николай сжал кулаки. Кто и откуда? — Я Гальди. Младший сын Велизара, пятая канцелярия, если тебя интересует. — Все. — Выдохнул Николай. — Ты мне, гаденыш, уже надоел. Он решительно подошел к незваному гостю и попытался схватить его за воротник пальто. Но, к удивлению, рука легко прошла сквозь пришельца, словно того не существовало. Попробовал снова. Жилистая пятерня схватила лишь воздух. Николай отшатнулся. — Что за черт? Иллюзия? Глюк? Но субъект в черном пальто выглядел слишком реальным. Полицейский недоуменно посмотрел на мусорную корзину, из которой торчало горлышко пустой водочной бутылки. Допился? Ну, для него это не доза. Или водка паленая. Я не морок, усмехнулся незнакомец. — Я так же реален, как ты, как этот стол, как эта рюмка. Он постучал вилкой по хрустальному бокалу. Послышался мелодичный звон. Твоя бабуля была права. Небеса нынче нараспашку. Николай вытер выступивший на лбу пот. — Хрень какая-то. Бред. — Да ты садись, Коль, не стой. Существу, назвавшееся Гальди, пододвинуло стул. — Ногах правды нет, а то вид у тебя такой, что вот-вот в уморок рохнешься. — Не дождешься. Процедил полицейский, решительно уселся и вперил пристальный взгляд в незнакомца. — Вот и правильно, кивнул тот, наполнил пустую рюмку вином и подбегнул. — Выпьешь со мной? Николай отрицательно мотнул головой. — Тоже правильно. Гальди прокинул в рот рубиновую жидкость, проворно схватил дольку ветчины и продолжал. — Тебе уже хватит, а я водку не очень жалую. Это сугубо русский выбор. Мне больше по душе вино, более демократический напиток. — Ты молодец, что для усопших не поскупился. — Ла Гро Ла Веронозе. Очень недурный букет. Больше трех тысяч за бутылку. Поймав недоуменный взгляд хозяина, лукаво сошурился. — А ты не знал? — Конечно, не знал. Думал, один из твоих осведомителей дешевое пойло на праздник подсунул. — Нет, Коля, вино действительно хорошее. Усопших чтить нужно. — Так ты что же? — Усопший? — Тихо спросил полицейский, разглядывая черные кудрявые локоны гостя. Тонкие смоленые брови, прямой с горбинкой нос. — Я? Ну что ты? Я живее всех живых. — А чего ты тогда поминальную жрачку хаваешь? — Эки ты вредливый, Николай Иванович Маркин. Настоящий полицейский, грубый хваткий. Скажем так, я тоже имею непосредственное отношение к миру мертвых. Ты же сказал, что маляр. — Совершенно верно. Крашу сущности и предпочитаю строгие тона. Не приемлю полумер. Вот ты, предположим, выглядишь не очень. Пятнистый, как пустынная ящерица геккон. Чешуйка белая, чешуйка черная, а больше серого цвета в тебе. — И что ж ты к такому серому и убогому пришел? — Помочь, вздохнул гость. Жалко тебе стало. Бьешься, как рыба об лед, и ничего не получается. Даже жена от тебя ушла. — Вернется, насупился Николай. Побесится и обратно прибежит. А можно сделать, чтоб никуда не убегала. Держалась бы за тебя всеми четырьмя конечностями. — Это как же, деньги, Коля, деньги решает все. А жена твоя Настя очень меркантильная особа. Со своей женой я сам разберусь. Набычился полицейский. Не очень я верю доброхода вроде тебя. Как ты вообще на меня вышел? Маляр с итальянским именем. Не итальянским. Хотя откуда я родом пожарше, чем в Италии. Как вышел? Галь не рассмеялся. Смешной термин. Вышел просто. Ты меня давно заинтересовал. Чего же? Поступками? Впервые я обратил на тебя внимание, когда ты написал рапорт на своего напарника Сергея Зайцева. Николай напрягся. Я правду написал. Конечно и правильно сделал. Он был никудышный полицейский. Строил себе честного и неподкупного. Мешал тебе брать подарки и крышевать казино. А сам, когда его любовница вляпалась в уголовную историю, попытался скрыть улики и пустить следствие по ложному пути. Но ты выявил негодяя на чистую воду. Полиции не место оборотням. Николай облезал пересохшие губы. Дальше. Хм, дальше интереснее. Ты убил молдавского паренька. Красиво, как в кино. Прямо в упор саданул из стабельного ПМ. Он упер на меня с ножом. Конечно, все верно сделал. Он же мог зарезать тебя. Ты пальнул ему в грудь, а потом выстрелил в воздух. Я целиком на твоей стороне. Плевать на глупые инструкции. Ты обезопасил себя и ликвидировал опасного преступника. Налей вина, попросил Николай. Только рюмку. У нас еще дела. Гильди изящно согнул левую руку в локте, наполняя бокал. Из-под рукава черного пальто блеснули часы. Ланге и сын. Корпус не примитивное золото, а паладий. Маркин залпом осушил рюмку. Еще не стоит. Маляр убрал бутылку подальше. Деньги Коля решает все, а у тебя их нет. Вчера ты взял с поличным двух мелких наркоторговцев. Отпустил. Правильно сделал. Зачем мальчишкам жизнь ломать? Каждый дал тебе по 50 тысяч. Это капля в море. Твоя Анастасия тут же потратила их. Да еще устроила скандал и ушла. Что ты предлагаешь? Хрипло спросил полицейский. Я и так верчусь как могу. Сегодня такая ночь. Загадочно улыбнулся Гальди. Волшебная. Хочу сделать подарок. Одевайся, Коля. Зачем? Пойдем брать опасных бандитов. Ты ведь получил ориентировку на двух грабителей банков. Они здесь недалеко. Так, я тогда вызову СОБР. Нет, Коля, ты сам справишься. Это престиж, хорошая премия, майорская звезда и прибавка к зарплате. Они вооружены. Конечно, но наш козырь внезапность. И вот еще что. Возьми левый ствол. У тебя на антресоле спрятана беретта. Маркин лишь хмыкнул в ответ. Все знаешь. Холодный морозный ветер ударил в лицо, вышибая хмель. Ночная мгла, то и дело озарялась вспышками петард. Слышались громкие хлопки и крики веселящихся людей. Гальди, сунув руки в карманы пальто, уверенно шел по городу. Маркин едва поспевал за ним. Они миновали два квартала и остановились перед железной дверью хрущевской пятиэтажки. Николай еще раз вздумывал, как проникнуть в дом, когда маляр без раздумий набрал нужную комбинацию цифр. Замок издал простяжный металлический рык и дверь приоткрылась. Они спустились по длинной испачканной белилами лестнице в подвал и оказались перед следующей дверью. Николай указал на большой ржавый амбарный замок и прошептал заперто. «Приготовь оружие», Тихо сказал Гальди. Он протянул руку и легко отцепил замок. Душки оказались перепирены. «Твой выход, майор Маркин». Николай шумно выдохнул, рывком распахнул дверь и валился внутрь помещения. «Полиция, всем лечь мордой в пол!» За маленьким грязным столом сидели двое, одетые в зеленые строительные спецовки. Один из них держал в руке полупустую бутылку водки, другой резал ножом колбасу. Повеление себя по-разному. Первый выпустил бутылку и шустро выхватил из заляпанных штанов вороненый т.т. Второй с криком «Не стреляй!» бухнулся лицом вниз на пыльный загаженный пол. Увидев оружие, Маркин не раздумывая выстрелил бандита. Пуля пробила тому грудь и отшвырнула к стене. Вместе со стулом он опрокинулся навзничь. От грохота выстрела Николай ненадолго оглох. Ушах стоял противный писк. Сердце бешено колотилось в груди. Лежащий на полу налетчик что-то кричал, но разобрать слов было невозможно. Словно в замедленной съемке полицейский завороженно смотрел, как опрокинутая бутылка водки катится по столу. Из нее тонкой струйкой изливается жидкость. Серебрится электрической лампочки и капает на бритый затылок преступника. Докатившись до края стола, бутылка бесшумно сколизнула вниз. Звук бьющегося стекла был неожиданно громким. Николай вздрогнул. Звуки вернулись. «Начальник, не убивай!» визгливо орал лежащий. «Бабки здесь, только не убивай!» Сбоку раздался веселый смех. Гальди ткнул ногой большой серый мешок с квадратной черной печатью. «Вот это куш, Николай Иванович! Двадцать миллионов евро! Разве ты мечтал о таком?» Полицейский не сразу понял. Он все еще держал пистолет в вытянутых руках. Проклятие! Снова труп! Он опять убил человека. Мертвец глядел в потолок пустыми, равнодушными глазами, и из уголка губ тянулась блестящая темная нитка. Николай замутило. Стало трудно дышать. Он опустил оружие, рванул ворот куртки. «Хорошо бы выйти на воздух, глотнуть морозной свежести!» от кислого запаха пороха в носу зачесалось. Маркин громко чихнул. «Будь здоров, Коля!» радостно закричал Гальди и дружески хлопнул ему по плечу. «Ты сделал это!» И от этого веселого голоса Николаю стало намного легче. Он вымученно улыбнулся. «Сделал!» Маляр нагнулся над мешком, выудил из него толстую пачку денег, протянул полицейскому. «Смотри, какие красивые бумажки! Новенькие, хрустящие! Ах! И как пахнут!» Клянусь, я бы вечно вдыхал этот аромат. Николай завороженно смотрел на деньги и облизывался. «Это же сколько на наши рубли!» «Посчитай, здесь ровно двадцать миллионов евро!» «Биллиард!» «Много больше, Коля!» «Много больше!» «Целое состояние!» прошептал Маркин. «И оно твое!» таким же шепотом сказал пришелец. «Не упусти свой шанс!» «О чем ты?» стрепенулся полицейский. «Это не мои бабки!» «А разве ты не хочешь, чтобы они стали твоими?» Темные глаза Гальди смотрели на него пристально и выжидающе. Николай вытер мокрый лоб. «Разумеется, хочу, но...» «Так в чем же дело? Разве я не обещал тебе подарок?» «Я не понимаю, о чем ты?» Голос полицейского дрогнул. Он указал стволом належащего на полу и причитающего бандита. «Этого надо опаковать!» Губы Гальди растянулись в зловещей улыбке. «А вот он нам совсем не нужен!» Николай столбенел. «Ты хочешь сказать?» «А разве тебе самому не ясно? Либо он, либо миллиард рублей. Этому негодяю все равно конец, потому что он убил полицейских. Ты же сам не первый год в органах и знаешь, что твои коллеги не прощают убийства блюстителей закона. На вашем сленге они так называются «мертвецы». И я считаю это правильным. Никому не позволено безнаказанно стрелять в полицейских. Если ты сдашь его, лишь ненадолго убережешь от закономерного финала. «Ну как же закон?» «Николай!» Маляр тяжело вздохнул. «Не разочаровывай меня. Ты знаешь, для кого пишут законы? Или грошовая премия и майорская звезда для тебя дороже нормальной человеческой жизни? А как же твои мечты о домике в Испании? О белоснежной яхте, скользящей по лазурным волнам? О заслуженном отдыхе после многих лет горязной изнурительной работы? О счастливом смехе твоих будущих детей, что получат достойное образование?» Гильди еще говорил, когда грохнул выстрел. Голова бандита взорвалась кровавыми брызгами. Николай выронил беретту и застыл пораженный. Неужели это он сейчас потянул за спусковой крючок? Как это произошло? Он же не хотел его словно околдовали. «Подними оружие!» стальным голосом сказал пришелец. «На нем твои отпечатки». «Это ты меня заставил!» закричал Маркин. «Я же не хотел! Кто ты такой, черт побери?» «Нет, Коля, выбор сделал ты. Я лишь обрисовал тебе перспективы. А кто я, уже говорил, маляр из пятой канцелярии, крашу сущности людей. Только сейчас не об этом речь. Я рад, что ты оказался достойным моего подарка. Настоящий боец за свое счастье, а не половая тряпка, которой каждый готов вытереть ноги. «Давай, Коля, бери свои деньги и пойдем». Маркин поднял беретту, стунул в карман куртки, осторожно подошел к мешку, стараясь не смотреть на двух мертвецов. Торчащие наружу крепкие фиолетовые пачки, отпечатанные широкими белыми полосами, гипнотизировали. Полицейский облизнул пересохшие губы. Почему-то вспомнилось, что купюры номиналом 500 евро больше не используются в еврозоне. Ну и ладно, в России не в ходу. Иначе бы их не хранили в банках. Мешок оказался тяжелым. Маркин с удивлением взглянул на Гальди. «А как ты хотел?» рассмеялся тот. «Пятьдесят кило чистого веса! Но ведь своя ноша не тянет! Или я не прав?» Ноги Николая дрожали, когда он упустил мешок рядом с дверью и полез в карман за ключами. Волосы под шапкой были мокрыми, а по лицу струйками катился пот. «Сейчас, сейчас!» хрипло сказал он. «Только дух переведу. Спина деревенела. Давно так не напрягался». Гальди тихонько рассмеялся. Ключ никак не попадал в замоченную скважину и Маркин матерился сквозь зубы. Наконец замок щелкнул и дверь распахнулась. Николай взвалил на плечо мешок, шагнул в прихожую и встретился глазами с женой. Анастасия смотрела на него с презрительной усмешкой и кривила пухлые напомаженные губы. Маркин замер на пороге. «А ты чего здесь?» «Не волнуйся». Недовольно проговорила та. «Не к тебе пришла. Мобильник забыла. Сейчас заберу и пойду к подруге праздновать». «Ну иди». Набочился полицейский. Истеричка. «А ты кретин. Я думала ты извинишься за свое скотское поведение. Но ты выше этого». «Извиняться должна ты!» выкрикнул Маркин до морозом подрабатываешь. Обидно рассмеялась Анастасия. «Что притащил? Подарки детишкам?» «Это деньги, Настя. И кстати, познакомься с моим другом. Он иностранец». «И где твой друг? В мешке сидит». «Ты чего, дура?» Начал Маркин вдруг понял. Она же не видит его. Не видит холеного господина в черном стильном пальто. Вот так новость. Тоже не видел. Все время косился на Николая, а на Гальди ни разу не взглянул. Во дела. «Ты сам дурак», зашипела супруга. «Алкаш и хам, и нищета, только жрать умеешь. Свою бутылку водки выпил, так еще и мое вино вылакал, а обещал на годовщину свадьбы оставить». «Нищета, говоришь», позвал Николай и ровком распахнул мешок. «А это ты видела?» Кладожины округлились, а рот открылся. Она словно окаменела, молча взирала на деньги и беззвучно шевелила губами. Наконец обрела дар речи. «Что это?» «А ты не видишь? Деньги. Много денег. Миллиард». «Откуда?» Она смотрела на него, как на привидение. «Я тебе рассказывал про ограбление банка. Это деньги оттуда». «А что они делают здесь?» «Теперь это наши деньги». Анастасия попядилась. «Ты сумасшедший?» «Напротив, я нормальный. Это был мой шанс, я его использовал». «Ты безумец!» «Звизнула женщина». «Немедленно верни, тебя же посадят!» «Никто не узнает». «Узнают!» заголосил Анастасия. «Обязательно узнают!» «Такие деньги нельзя украсть!» «Я сказал, не узнают!» рявкнул Маркин. «Я ухожу», решительно заявила супруга. «Не хочу в этом участвовать!» оттолкнула Николая и направилась к двери. «Нельзя ее отпускать!» тихо подсказал Гадди. Николай хватил жену за руку. «Никуда не пойдешь!» «Пойду!» Анастасия попыталась вырваться, но муж держал крепко. «Кретин!» заорвала женщина. «Ненавижу! Ничтожество! Бандит! Уголовник!» Острые длинные ногти полоснули по лицу Маркина, оставив кровавые царапины. «Тварь!» Злоба затопило создание. «Убью, сука!» Кулак полицейского врезался в лицо женщины и отшвернул ее к праздничному столу. От удара взвякнула посуда, закачалась недопитая бутылка вина. Анастасия осталась недвижима. «Вот это удар!» присвистнул Гальди. «Прямо боксерский!» Он подошел к лежащей, взглянул в лицо, потом уважительно кивнул испуганному Николаю. «А ты мужик, Коля! Сказал убью!» «Убил?» Маркин побледнел. «Что?» «Я говорю, как сказал, так и сделал!» «Мертва твоя женщина!» Николай бросился к Насте, упал перед ней на колени и оцепенел. Он повидал слишком много смертей, чтобы ошибиться, но верить не хотелось. Не получалось, невзирая на все ужасающие признаки. Не естественно повернутую шею, остекленевшие глаза, застывшие приоткрытые губы. «Надо проверить пульсацию на сонных артериях», шептал внутренний голос, но Николай не двигался. Смотрел в зеленые такие родные глаза и понимал, что чудо не произойдет. Десять лет он боготворил, носил на руках эту женщину, сдувал пылинки, дарил подарки, ухаживал, увивался, унижался, боролся за ее благосклонность, ревновал, бесился, устранял многочисленных ухажеров, одних запугивал, других избивал, одному самому ретивому даже пришлось подбросить героин, но он добился своего, расчистил дорогу к вражделенному счастью. Нет, Настя не была идеальной женой, эгоистичная, властная, самовлюбленная, меркантильная и даже жесткая, но для Николая она всегда оставалась ослепительной красивой богиней, сошедшей с небес, чтобы украсить его жизнь. Он слепо потакал ее прихотем, баловал, посвящал стихи, научился играть на гитаре, чтобы подобно средневековому барду услаждать ее слух серенадами. Да, он разбился бы для любимой в лепешку, не раздумывая, отдал бы жизнь и вдруг убил, убил, хотя никогда прежде не смел поднять на нее руку. Маркин не понимал, отказывался верить, что именно он здесь и сейчас совершил этот жуткий немыслимый поступок. Слезы бежали по щекам и капали на неподвижное тело супруги. ведь именно ради Насте он изобрал эти проклятые миллионы. Для нее убивал, воровал, вымогал, подбрасывал, плевал на закон и вдруг убил. Как это возможно? Николай встрепенулся. А может во всем виноват этот хлыщ в черном пальто? Точно он гадина. Мартин бросил на незнакомца горящий ненавистный взгляд. Гальди стоял у стола невозмутимо намазал на хлеб гусиный паштет. Сволочь! прошипел полицейский. Это ты заставил меня. Рука скрызнула в карман и ухватила рифленый рукоять береты. Вот это забавно! Жуя откликнулся пришелец. Он убивает, ворует, а виноваты во всем другие. Николай выхватил пистолет. Умри, тварь! Палец трижды потянул за спусковой крючок. Три выстрела ввелись в один. Промахнуться с такого расстояния невозможно. Две пули вгрызлись в стену за спиной Гальди и одна взорвала бутылку Лагрола Веронеза. Маляр поморщился, стряхивая из пальто зеленые осколки. Погубил такое вино! А мне так хотелось пропустить еще рюмочку! А еще ты чуть не испортил мою верхнюю одежду! Но чуть не считается, не так ли? Маляр лукаво подмигнул. Ну что, полегчало? Маркин с ужасом взирал на дымящиеся дыры в груди пришельца. Однемедленно исчезали, таяли. Так тают лужицы под горячей струей фена. Ярость вновь сменилась отчаянием. Николай схлипнул. Ты же не понимаешь! Я не смогу без нее! Жизнь больше не имеет смысла! Я хочу к ней! Где она, моя любимая Настя? Ее душа сейчас парит высоко над землей, торжественно проговорил Гальди. Скользит межзвезд и подобно маленькому кораблику качается на туманных волнах млечного пути. Тебе в будущем тоже предстоит пройти этот путь. Я не хочу ждать! Выступление закричал Николай. Мне надо к ней сейчас! Человек хозяин своей судьбы! Да! Да! Хозяин! Глаза Маркина потеряли осмысленное выражение. Ствол пистолета взметнулся ввысь и ткнул в висок. Выстрел! Звенящая тишина повисла в комнате. Кислый пороховой дым вился под потолком. Гальди с наслаждением втянул воздух ноздрями, не спеша подошел к мертвому полицейскому, брезгливо поморщился и с улыбкой сказал «Забыл предупредить, что самоубийство смертный грех, но это был твой выбор». Николай падал в черную беспросветную бездну. Стремительный головокружительный полет вниз сопровождал диким нечеловеческим ревом, от которого лопались барабанные перепонки. И когда человек вдруг осознал, что вопит от ужаса он сам, падение прекратилось. Он висел в пространстве, подобно елочной игрушке на ниточке, не имея поры для ног, но не падал, удерживаемый непонятной силой, а вокруг сверкали и пульсировали призрачным светом большие и малые шары. Да это же звезды, догадался Маркин. Они были совсем близко, только протяни руку и дотронешься. Над головой и под ногами проплывали разноцветные туманности, одни вытянутые и прямые, другие свернутые и причудливые спирали. Николай пошевелил пятками, недоуменно разглядывая свои босые ноги. Он висел в космосе совершенно голый, но не чувствовал холода. Что с ним? Неужели умер? Маркин вспомнил, как приставил к виску вороненый ствол пистолета, как потянул спуск. Значит, рассказы загробной жизни не миф, не сказка. Его окатило волной суеверного ужаса. Хотел перекреститься, но руки не слушались. Попытался вспомнить молитву, но с горечью осознал, что не знает ни одной. А если ему навечно предстоит вот так висеть в этой огромной подсвеченной звездами бездне, висеть недвижимым разумным спутником и глупо таращиться по сторонам? Или это и есть уготовленный ему ад? И где другие умершие? Неужели он здесь совсем один? Нет, он был не один. Вокруг внезапно зажглись призрачные огоньки, много, наверное, сотни, и поплыли к нему. По мере приближения они росли, превращаясь в человеческие силуэты, обретали знакомые черты. И вот окружили плотной молчаливой толпой. Николай знал их всех. Он переводил взгляд с одного лица на другое. Воспоминания переполняли его, одни были приятными и грустными, другие напротив пугали. Вот стоит его бывший напарник Сергей Зайцев, добродушный толстяк с печальными глазами. Когда-то не дружили, но Маркин предал его, написав рапорт в службу собственной безопасности. И пусть Николай уверял, что лишь исполнил служебный долг, себя не обманешь. Предал, конечно, предал. Маркин рванулся к бывшему другу, забыв о вынужденной неподвижности. Серега, почему ты здесь? Разве ты умер? Тот задохнул. Да, Коля, умер. Меня убили в тюрьме. Зарезали ночью. Как же так? Ничего, Коля. Зайцев застенчиво улыбнулся, как умел улыбаться только он. Я прощаю тебя. А я не прощаю. Раздался чей-то голос, и Маркин увидел молдавского бандита. Тот буровил его огнем карий глаз. Сам подох, ментяра. Давно тебя поджидаю. Хватит тебя по людям стрелять. Я только хотел попугать, потому и нож вытащил, а ты сразу убивать. Гнида ты. И мы не прощаем. В толпе призраков показались лица двух налетчиков. Один криво усмехнулся. Жаль, не успел достать тебя, лягавый, но ты сам пришел. А меня за что убил? Загласил его товарищ. Я же сдался и за денег убил, мерзавец. Николай смотрел на них со смесью ужаса и гнева. Думал ответить, но слов не находилась. В толпе мекнуло лицо Насти. Маркин успел заметить, как оно недовольное и даже злое. Хотела кликнуть, но та отвернулась. коленька внучок. Прямо перед глазами стояла бабушка. Что ж ты наделал, миленький мой? И тут Николая прорвало. Я что наделал? Это ты приучила меня накрывать стол для мертвых. Я думал, придут мать и отец. А пришел этот Гальди, сын Мелизара. Ты во всем виновата, старая дура. Мелизара? Глаза пожилой женщины округлились от ужаса. Мелизара! Передразнил Маркин и замолчал, потому что невдалеке раздался знакомый смех. Николай, Николай, как же ты любишь обвинять других! Гальди шел к нему прямо по звездам, а призраки уступали ему дорогу и медленно таяли. Вскоре не осталось никого. Виноваты все, кроме тебя. Вот и Ольгу Тимофеевну напрасно обидел. Маркин узнал Гальди только по голосу. Черного дорогого пальто больше не было. Напротив, его недавний знакомый был одет будто для пляжа. На голове бейсболка с длинным козырьком, темная футболка и шорты растворяли его фигуру в сумраке космического пейзажа. Зато свет звезд, по которым он шел словно по дороге, отчетливо высвечивал худые жилистые ноги, обутые в легкомысленные оранжевые шлепанцы. Когда он подошел совсем близко, Николай заметил в его руке небольшое малярное ведерко, из которого выглядывала деревянная рукоять кисти. Гальди остановился напротив Маркина и критически осмотрел того с ног до головы. Намного лучше, Коля. Ты больше не похож на невзрачную серую ящерицу. В тебе появились определенность, густота и нужная насыщенность. А мелкие погрешности и твои сущности мы сейчас уберем. С этими словами он взлёг из ведра кисть. Что ты собираешься делать, звездну Маркину? Красить? Я же маляр. Гальди взмахнул рукой и человек закричал от нестерпимой боли. Словно тысячи раскаленных игол вонзились в тело. Николай беспомощно затрепыхался, как выброшенная на берег рыба. Рот свело судорогой и глаза вылезли из орбит. Вот так, вот так, приговаривал Гальди, водя кистью по его телу. С каждым прикосновением щетины нестерпимая мука только усиливалась. Николай вопил, хрипел и мечтал потерять сознание. Ему казалось, что его кожа плавится и сползает клочьями, а горячая, как раскаленная магма краска уже выжигает мясо и обугливает кости. Пытка длилась целую вечность и Маркин не понимал, почему до сих пор не охрип от собственных криков. Все тело превратилось в один сплошной сгусток невыносимой боли. Боль не утихла даже после того, как Гальди швырнул кисть на дно пустого ведерка и удовлетворительно подсокал языком. Кажется, все. За что? простонал Маркин. За что мне такое? За дела, Коля. Такую муку невозможно терпеть. Разве это мука, Коля? Это лишь начало твоего пути. Я закончил. А теперь отправляйся домой. Домой! С надеждой всклипнул человек. Домой! Подтвердил маляр. Вон твой дом. Он легонько подтолкнул грешника в спину и тот медленно поплыл к появившемуся возле мохнатой туманности красноватому пятну. По мере приближения пятно расширялось, увеличивалось в размерах, набухало и вибрировало и вскоре превратилось в огромный пылающий шар. Николай неотвратимо несло прямо к нему. Он вдруг отчетливо увидел распахнутую зияющую пасть, внутри которой извивались змеями плотоядные огненные языки. И тогда Николай завопил. Неистово, страшно. обреченна.